А если нет культуры, то значит там бамбуки, индейские племена, это такая величайшая ложь. Саламу алейкум, Тумсо. Ты почему не упоминаешь заявление Гармаша по поводу того, что среди ичкирийцев нет единства? Ты ставишь под угрозу признание чара и максимальный репост. Тумсо, ну когда же он сдохнет? Я ничего так не жду в этой жизни, я даже курить и пить пытаюсь поменьше, лишь бы дожить до его смерти. Аллаху алейкум. Не знаю когда, но умрут все когда-нибудь, это точно. Поэтому дождемся ли мы с тобой этого, не знаю, может быть мы с тобой раньше уйдем. Но однозначно все уйдем. На каком месте был неправым человек, которого ты репостнул в своем телеграм-канале, который говорил настоящую правду по поводу того, что ты не приветствуешь культуру, концерты и так далее. Но он неправым был прежде всего, когда сказал, что я призываю рубить головы всем немусульманам. Это величайшая клевета была на меня, конечно же. И то, что касается культуры, как он все это обобщил, назвал это культурой, сказав, что Тумсо против танцев, против песен, и потом это все сказал, что против культуры. А если нет культуры, то значит там бамбуки, индейские племена. Это такая величайшая ложь. Но ты можешь быть против танцев. Я против этих танцев. Я и не скрывал это никогда. Конечно, я против этих танцев, когда собираются мужчины и женщины в какой-то круг, и в этот круг уходит какой-то чувак, с ним танцует девушка. И все это действие переполнено развратом, когда он своим танцам всячески показывает свою похоть. И она, вот эта вот игра, как ролевая игра каких-то животных, и вокруг себя стоят, этому хлопают. И родственники, которые это позволяют. Да, для меня это неприемлемые вещи. Но как можно из-за этого взять и всю культуру? Это Тумсо против культуры. В культуру входит очень много тех понятий, которые я приветствую и считаю, что эти вещи должны сохраняться. Такие вещи, как обычаи, как традиции, какие-то устои народа, как во внешнем виде, в их одеянии и так далее. Как в их повседневной жизни, в жизни устройстве, в каких-то обычаях, связанных там со свадьбами, с похоронами и так далее. Много таких вот моментов, которые можно и нужно относить к культуре. Я никогда не был против этого, наоборот, всячески уступал за это. А то, что там, ну, не нравится Тумсо танцы, не нравится Тумсо, допустим, песни, концерты, которые они там... Если теперь это указание на то, что Тумсо против культуры, ну, тогда мы найдем много людей, которые в каком-то понимании культуры что-то не приемлят. Хотя в целом они, допустим, относятся к этому нормально. Даже среди тех же музыкантов, танцоров мы найдем эти вопросы. Короче, это, конечно, это было нечестно. Саламу алейкум Тумсо. Ты почему не упоминаешь заявление Гармаша по поводу того, что среди ищкирийцев нет единства? Ты ставишь под угрозу признание чара им максимальный репост. Я, алейкум алейкум, я уважительно отношусь к любым украинцам и неукраинцам, которые болеют за наше дело, как-то нам пытаются помогать что-то... Например, Гармаш, это человек, создал петицию о признании Чеченской республики ищкирия. Поэтому я, конечно же, очень благодарен этому человеку. Но, несмотря на наше уважение к этим людям, на нашу благодарность, все-таки не совсем этично, когда они лезут в какие-то наши внутренние, внутриполитические вопросы. Да, они это делают, желая, конечно же, нам добра. У меня нет каких-то подозрений в отношении этих людей. Но, к сожалению, они не могут ведь знать всего того, что знаем мы о своей какой-то внутренней кухне. И когда они, влезая в наши вопросы, еще и становятся на чью-то сторону, это вообще крайне неправильно. Поэтому им лучше было бы, конечно же, даже если они переживают, лучше было бы остановиться на каком-то пожелании. Сказать, вот происходит то-то и то-то. Мы с каким-то сожалением наблюдаем за тем, что нет какого-то единого, какой-то консолидации, что ведутся какие-то споры. Нам бы хотелось видеть чеченцев как единое, целое и так далее. К сожалению, этого нет. Вот если бы на этом они заканчивали бы, было бы, я думаю, правильнее. Когда они пытаются уже конкретно влезть, вот вы, чеченцы, сделаете вот это сейчас, потому что потом, но это уже как минимум некрасиво. Вот эти вот советы, давайте вы сейчас вот с этим, ну как так? Ну не можете вы знать, это то же самое, что и мы сейчас лезли бы в ваши какие-то дела, ваши внутренние разборки говорили бы, давай вот сейчас вот этого поддержите. И вы бы нам тоже указали бы на наше место, сказав, что мы не в теме. Поэтому давайте просто желать друг другу добра, победы, но не влазить во внутриполитические какие-то вопросы. Ты не понял суть вопроса. Вопрос не в гармаше, он отражает наше мнение. Мнение чеченцев. Главная задача – свобода, а власть выберет народ. Закайф ты или Майкл Джексон, сынок чеуман. Ну это слишком громкие слова сказать, что слова Гармаша отражают мнение чеченцев. Я тоже чеченец. Тысячи людей, которые имеют другое мнение, они тоже чеченцы. У нас, по-моему, вот здесь у нас и начинает вся проблема, когда кто-то начинает говорить, что это именно он отражает мнение чеченцев. Там и с Кадыровым тоже есть чеченцы. Может, они-то отражают мнение чеченцев. У них, в отличие от нас, еще и сила есть, и оружие, и армия какая-то есть. Давайте не будем такие громкие делать заявления. Но есть у нас внутренние какие-то разногласия, внутричеченские. Давайте просто как-то в рамках приличия, мягко так, тем людям, которых мы уважаем, когда они по какой-то причине, из-за неаккуратности какой-то, залезли в какие-то наши внутренние моменты, давайте мы им мягко, аккуратно просто будем говорить спасибо за все, что вы делаете для нас. Мы очень благодарны. Но, пожалуйста, не лезьте во внутренние вопросы, в нашу внутреннюю кухню оставьте. Мы тут как-нибудь сами разберемся. Может, вот так вот будем. И тем более не пытаться сказать, что вот есть мы, но вы одна группа. Но у вас вот такое мнение. Но мы это понимаем, принимаем даже. Но у нас вот другое мнение. Есть другая группа, которая не приемлет вот эти ваши подходы, вот эта ваша концепция, давайте сейчас свобода. Для нас это какая-то не свобода. Когда нас какие-то рамки загоняют, вот только он, и вот только вот так вот, если она будет. Ну, зачем тогда мне такая свобода? Понимаете, я хочу свободу. Как раз таки свобода – это когда народ себе определяет. И власть, и строй, и все остальное. Вот это свобода. А когда вы навязываете конкретного человека, конкретную группу, конкретный строй – это не свобода. Это просто ваш режим. Вы хотите установить свой режим вместо другого режима. А мне какой смысл менять путь Ахмата на путь Ахмеда? Для меня, как для простого человека, имеет это смысл? Мне нужно такое рабство, которое вы назовете свободой. Для вас, для Кадырова тоже это свобода. Для его сторонников тоже свобода. Потому что они в шоколаде, у них все хорошо. Поменять одних, у кого все хорошо, на вас, у которых также будет все хорошо. Если имеет ли это для меня какой-то смысл? Наверное, нет. Поэтому давайте наши внутренние разборки оставим, будем их внутри разбираться. Людям со стороны их поблагодарим и в мягкой форме скажем, что спасибо, но нам это не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok